Добрый вечер, Гомель, меня зовут Наталья Волонец. Сегодня поговорим о кибербуллинге, неадекватном поведении в интернете. Согласитесь, жизнь онлайн и офлайн в последнее время так тесно переплелись, что разделить их практически невозможно. И при этом большинство людей, если знают еще, как ответить, например, обидчику на улице, то плохо представляют, на самом деле, как же дать отпор обидчику в интернете. Как себя обезопасить от нападок в интернете, поговорим об этом сегодня с гостями. В студии психолог Людмила Тутынина расскажет, как устроен виртуальный буллинг и чем опасен. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, Анатолия. Ну а вот как бороться с кибербуллингом, об этом порассуждаем с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь у нас в гостях Игорь Завалей. Игорь Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время для наших зрителей. Согласитесь, тема очень актуальная. Тема актуальна не только в нашей стране, она очень актуальна во всем мире и обсуждается очень активно. Об этом, на мой взгляд, свидетельствует даже тот факт, что существует день борьбы с кибербуллингом, который проводится ежегодно 11 ноября. О важности этой проблемы заявляют также популярные мессенджеры. Facebook, Instagram, Twitter уже запустили информационные ресурсы, которые призваны помочь пользователям избежать нападок в интернете. Ну, что касается статистики, то по данным исследований Microsoft во всем мире с кибербуллингом сталкиваются 65% взрослых и подростков. При этом подростки подвержены негативу в интернете чаще взрослых. Ну, вот возвращаясь к нам, а что у нас, как вы считаете, существует ли действительно реально такая проблема или все-таки выдумки нашего воображения? Ну, наша страна не находится на другой планете, да, и сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны. Тут вопрос, насколько быстро технологический прогресс доходит, какие социальные сети появляются. И у нас все это есть, ну, все, что есть в остальном мире, поэтому мы не исключение, наши подростки и сейчас вот и в последнее время взрослые люди сталкиваются с этой проблемой очень часто. И проблема наболевшая, с которой надо в том числе работать на законодательном уровне. А вот вы сказали, что развитие технологий скорее приводит к появлению подобных явлений, как кибербуллинг. Хочу поспорить, может быть, Людмила меня поддержит. А как же насчет национальных традиций, каких-то, я не знаю, ценностей в обществе? Мне казалось, что белорусы, они такие, да, толерантные, они такие, в принципе, вежливые люди. Оказывается, это и нас касается тоже, да, Людмила? Даша, дело в том, что интернет – это то пространство, которое не имеет национальности. Это нерафинированная среда, и нужно четко понимать. Когда ты выходишь в интернет-пространство, ты выходишь, скажем так, во все страны одновременно. Это могут быть, как мошенники не имеют национальности, как преступники не имеют национальности, мы говорим о киберпространстве. Поэтому здесь нельзя говорить о локализации, что вот мы, белорусы, и нас это не коснется, да, вот то, о чем мы сегодня будем говорить. На твой взгляд, проблема существует в нашем обществе? Конечно, существует, все правильно. Она и существовала, помним фильм «Чучело» такой был, да. Яркий пример. Яркий пример, просто все это перешло в другую плоскость. Наташа, вот сегодня утром, мягко говоря, выходила в магазин и мысленно готовилась к нашему эфиру, да. Выхожу в подъезде, кто-то оставил ночью свое мнение по поводу жителей, да. Какое это мнение, да, ну, понятно же, оно в очень некорректной форме. И получается, что ты выходишь в пространство. Каждый житель выходит и видит это. И читает это мнение. То же самое в интернете. Приблизительно так. Приблизительно так. Но при этом, по данным детского фонда ЮНИСЕФ, с агрессивностью и жестокостью в интернете сталкивается почти треть белорусских подростков. Это колоссальная просто цифра по статистике. Какие угрозы, угрозы онлайн встречаются у нас наиболее часто? И обращаются ли наши граждане в правоохранительные органы с жалобой на клевету, на оскорбления, на раскрытие личной информации в интернете. За комментарием мы обратились в прокуратуру. В своем большинстве это именно заявления о клевете, либо об оскорблении. Случаи, когда поступают угрозы, они очень малочисленны. По соотношению с другими преступлениями, поступающими к нам, это буквально единицы. Бывают случаи, когда в социальной сети совершается травля, так это оскорбление клевета в отношении несовершеннолетних лиц. И в том числе был случай, когда обращалась к нам учительница, не будем ее называть по определенным причинам, обращалась с заявлением о распространении отношений ее клеветнических сведений в социальной сети. Так она наткнулась на пост, где была прикоплена ее фотография. Было указано, что данная учительница, будучи на отдыхе с детьми, собирала деньги под каким-то надуманным предлогом и в последующем эти деньги себе присвоила. Данная информация не имела под собой никаких оснований, не имела под собой никаких подтверждений. Эта учительница обратилась к нам с заявлением. И, разумеется, была в последующем проведена проверка, но уже не нами, а органами внутренних дел. Был еще один случай, который также можно упомянуть. Данный факт уже рассмотрен в суде. Так, у бывших супругов были между собой натянутые отношения. Бывший супруг, мужчина, получил несанкционированный доступ к социальной страничке его бывшей супруги в социальной сети. И, получив доступ, он просмотрел ее переписку, увидел, что она состоит в отношениях с другим мужчиной. Этому мужчине от лица своей бывшей супруги он написал нелицеприятные вещи в его адрес, в ее адрес. И в последующем заблокировал доступ к данной странице, сменив пароль. Для него наступила уголовная ответственность за данный факт по статьям 349 и 351 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И он привлечен к уголовной ответственности. Дело рассмотрено судом. Если говорить о самом понятии кибербуллинг, как он был сформирован и как его понимать, это именно травля в подростковой среде, которая очень резко выходит за пределы подростковой среды. И буквально вообще единичный случай, когда это встречается уже во взрослых отношениях. В основном это, конечно, дети и подростки. Игорь Владимирович, я знаю, что вы, как руководитель молодежного движения в прошлом и как депутат, сегодня ведете очень активную деятельность, в том числе и в интернете. Сама часто смотрю по соцсетям, да, какие же вопросы вас наиболее интересуют, в какое время. Вот приходилось ли лично вам сталкиваться с какими-то, может быть, негативными высказываниями в интернете? Были подобные истории? В чем это выражалось, если да? Конечно, поскольку я и по прошлой своей работе, и по нынешней личность публичная. И это, скажем так, у этого есть две стороны, у этой медали есть две стороны. И вторая сторона – это то, что всякий пытается тебе показать, как правильно работать, высказать свое мнение. Кто-то высказывает это в общем, да, о том, что сейчас происходит в стране через призму меня как депутата, представителя народа. И это, в принципе, наверное, неплохо, что есть куда обратиться, чтобы я как депутат потом смог донести это мнение до вышестоящего руководства. А потом вы чувствуете и знаете, что волнует, в принципе, человека. Да, и это неплохо. Но когда пишут бесконструктива, а чисто какие-то угрозы или… Было и такое, да? Было и такое, да. Были и угрозы, и что мне идти, и как мне делать, и что со мной сделают, да. Поэтому с этим я сталкивался. Вот что вы чувствовали, и как вы реагируете на подобные угрозы и негатив? Ну, вы знаете, с учетом того, что я уже опытный молодой человек, то есть мне не 18 лет, и психологически сформировавшаяся личность, конечно, это неприятно. Первая реакция – это, ну, такое внутреннее неприязнь. Нормальная такая реакция человеческая. Да, да, обычная реакция любого. Неважно, сколько ему лет, подросток, взрослый, это неприятно. Но с учетом того, что там проходит пару минут, вот это неприятные ощущения эти уходят, и я понимаю, что, ну, сколько людей, столько мнений, кто-то может быть психологически нездоров, и ну, что мне теперь сейчас из-за этого переживать и сжигать свои нервы, скажем так. Ну, почему я это должен делать? Если это какое-то обращение, то обязательно отвечаю. Если это какое-то оскорбление, то я даже не отвечаю на это. Не реагируете. Вообще не реагирую, да. И если это в личке, то я просто эту переписку удаляю. Если это в комментарии под каким-то постом, то я просто удаляю этот комментарий. А если это угрозы, которые были вы говорите? Ну, вы знаете, это вот буквально недавно все появилось в свете всех этих событий, да, очень активизировались… Доброжелатели. Да, скажем так, в кавычках. Поэтому, не знаю, я, скажем так, на первых порах на это все посмотрел. Если это будет продолжаться, конечно, я буду уже обращаться в органы внутренних дел. Но опять же, как правило, угрозы пишут с выдуманных ников. То есть их будет тяжело найти. Это не реальный какой-то человек, которому можно по его ID, где он живет, и найти его. Это какой-то там через ВПН. Этот ВПН ведет в Норвегию, через Норвегию. И ты его физически не найдешь. Поэтому таких людей надо блокировать, удалять их комментарии и продолжать жить. Людмила, ну вот в твоей практике были подобные случаи? Вот приходилось ли тебе, может быть, твоим коллегам сталкиваться с каким-то таким негативом в интернете, с кибербуллингом, как мы сегодня это называем, явления, учитывая вот частые рекомендации психологов, на которые все реагируют по-разному. Вот что-то происходит у тебя такое в стальной жизни? Я имею в виду в интернете. Есть одна такая интересная фраза, как-то вот тоже на просторах интернета встречала, что даже если вы ангел, найдутся люди, кому не понравится шелест ваших крыльев. Это ты сейчас с ангелом? Ну, я просто привела примеры, да, что большая часть психологов, да, это люди, которые очень дипломатичны, да, настроены на миротворческую такую свою миссию деятельность. Но я довольно часто встречаю высказывания по поводу, вот, например, того материала, который они выкладывают, да, ну, например, там, как позитивно мыслить, как преодолеть конфликты, да. И высказывания, по сути дела, это идёт образовательные такие программы, да, что всегда есть хорошо, да. Но то, что пишут пользователи соцсетей, да, это всегда очень грустно. Это очень грустное явление. То есть комментарии самые разные. Комментарии бывает настолько, это всё далеко от галантости, джентльменства. Ну, может, что-нибудь какой-нибудь комментарий на какую-нибудь тему, вот, что-нибудь такое, что задело? Ну, например, ну, что касается меня, я с этим не сталкивалась. Почему я скажу? Потому что я достаточно осторожна в высказываниях, я достаточно осторожна с фотографиями. То есть я прекрасно понимаю, человек, который выходит в социум, да, и он, скажем так, заявляет о своей деятельности, да, прежде чем выложить какую-то фотографию, он должен 40 раз проверить, насколько она будет экологична для тех людей, которые... Прежде чем написать какой-то пост. Какой-то пост. Насколько это экологично. Ну, в частности, например, у меня есть своя психологическая школа «Пилигрим». Да, и прежде чем мой администратор, да, выложит какую-то запись, да, какой-то пост, это проходит очень серьезное, скажем так, осмысление. Осмысление. Но я, например, вот смотрю, как выставляют мои клиенты, которые консультировались у меня или которых я наблюдаю долгие годы, как они хулиганят в интернете, да, ну, например, выкладывают личные фотографии, да, они на пляже, там, они там на отдыхе с детьми, что крайне неполезно, крайне неполезно. Почему это все делается? Потому что вы становитесь абсолютно уязвимыми. Дело в том, что человек улучшает качество своей жизни. Он хочет получить прежде всего лайк, да? Он хочет получить не просто лайк, а одобрение, что я на верном пути. Так вот, если вы отправляете эти фотографии очень близким друзьям, это одно. А когда вы выходите, как я сказала, в пространство, которое не имеет ни национальности, ни единого языка, ни одной такой вот культурной платформы, то, ребята, берегитесь. Возможно, однажды вы станете жертвой. Жертвой кибербуллинга. Можно ли сказать, что это явление, ну, сродни психологическому насилию только в интернете? Конечно, конечно, это и есть психологическое насилие. Ну, вот хорошую тему Люду вот сейчас затронула. Давайте вот на ней сейчас остановимся. Зачем мы вообще сидим в интернете? Вот Игорь Владимирович уже обозначил, да, что это необходимо для его депутатской деятельности. Это вам помогает. А, скажем так, личная жизнь, насколько вы активно ее, скажем, выкладываете? Ну, личную жизнь я вообще не выкладываю и не понимаю, зачем это делать. Потому что личная жизнь, ключевое слово здесь личное. Ну, не общественное. Вот ваш ответ полностью понятен. То есть Игорь, вы согласны с тем, что я говорила? Конечно, конечно. Есть общественная жизнь, общественная деятельность моя. Я ее выставляю на общий показ, чтобы получить обратную связь как итог своей деятельности. А есть личная жизнь. Она личная. Лично моя, моей жены и моих детей. Для чего это делается? Для самоутверждения, наверное, в первую очередь, что вот я так живу, я съездил туда отдохнуть, я могу себе позволить сходить в ресторан, у меня такая машина, у меня такой ремонт. Ну, вот как Людмила и сказала, да? Да, это самоутверждение, что я состоялся как личность, да, вот в жизни. Но это, скажем так, люди делают, не понимая того, что в большинстве своем, ну, кто за них порадуется? Мама порадуется, максимум. Все остальные, ну, скажем так, хорошо... Обязательно найдут какой-нибудь недостаток. Да, хорошо, если по-хорошему позавидуют. Да. Это вот, да, в лучшем случае. А как правило, ну, подумают, а почему это вот у него так, а у меня не так? Ну, если возвращаться к вашей депутатской деятельности, скажем так, социальные сети, интернет, и вот это вот интернет-пространство помогает вам в вашей работе лучше понять проблемы людей и помочь им? Или это, ну, такое небольшое, совершенно небольшое такое еще дополнительное... Это сейчас где-то процентов 70 моего основного ресурса по обратной связи с населением, потому что, ну, представляете, 60 тысяч избирателей, два округа, и даже с учетом того, что я приезжаю на неделю каждый месяц, ну, ты физически не сможешь встретиться со всеми желающими. И с теми людьми, которыми я встретился в начале депутатской карьеры, я с ними встречусь хорошо, если года через полтора снова. Но они 24 на 7, благодаря социальным сетям, могут ко мне обратиться как к депутату парламента. И это для меня самое главное, что я в любой момент могу им помочь. Они не будут меня ждать следующего приема граждан, там, через год, когда он будет, ну, что, ну, много населенных пунктов. То есть это плюс, плюс социальных сетей? Однозначно. Это основной сейчас такой инструмент коммуникабельности любого человека, который работает с общественностью. Но вы же не будете спорить, что социальная сеть, это в вашем случае инструменты вот такой коммуникации, да, с населением, а для всех остальных социальной сети, для большинства, это какая-то другая платформа. Вот даже, наверное, психолог быстрее обозначил. Это скорее какое-то такое общение, без которого мы не можем уже и 10 минут прожить. Мы обязательно должны залезть в социальные сети, посмотреть, какие новости. Но это другая история, это уже история зависимости. Вот, зачем мы сидим в социальных сетях? Вот, вот, не возьмем, забудем профессиональную деятельность. Ну да, да, пускай, может, сначала, да. Вот, забудем ее. Зачем человеку аккаунт в социальной сети? Для чего? Самоутвердится? Ну, здесь очень много, скажем так, бонусов для человека. Во-первых, это получение каких-то знаний. Во-вторых, ты социально информирован, ты знаешь везде, что происходит. Это очень хорошо. В-третьих, это возможность общаться со своими друзьями на удаленке. Например, у меня друзья в Сибири, да, это мои одноклассники, и у меня много друзей, которые уехали в Америку, или, например, в Германии друзья, в Англии друзья. Тоже через соцсети. Это огромный плюс. Дальше, через соцсети мы продвигаем себя как социальную личность. То есть, чем я могу быть вам полезна, чем вы можете быть мне полезны. Это тоже огромный плюс. Дальше, например, вот у нас есть такой социальный проект «Своя палечка». Я просто обожаю, как они танцуют, как они креативят, как они поют, рисуют, чем они только не занимаются, какое-то творчество. Но, вот смотрите, вы в соцсетях, например, и если вы показываете результаты своей социальной деятельности, например, вы рисуете, и вы выставляете свои картины. Это хорошо. Пять баллов по пятибалльной системе. Но если вы сходили на пляжик и нафотографировались, так сказать, в купальнике и выложили в соцсети, это есть плохо. Почему? Почему? Потому что очень много есть, ну, как Игорь же говорил, просто даже нездоровых людей. То есть четко надо понимать, если, да, не провоцировать в любом случае. Четко понимать, что можно, чего нельзя, да. Если вы едете с друзьями, ну, например, там, в какую-то агроусадьбу, и вы показываете, как вы на отдыхе, как много всего хорошего, да, как можно, там, покупаться, да, там, съездить, походить по туристической тропе, это хорошо. Но если, опять же, вы снова сфотографировались в купальничке, то имейте в виду, что вас обязательно, обязательно заметит вот этот вот нездоровый глаз, да. То есть вы попадаете уже в совершенно другую нишу, понимаете. Мне многих вещей здесь, наверное, не понять. Понимаете, это огромное количество времени, на мой взгляд, потрачено иногда впустую. Это же надо себя сфотографировать в купальничке, обработать фотографию, потом выложить ее в соцсети, не знаю. Потом каждые пять минут залазить и смотреть. Да, и смотреть, тебя лайкнули, не лайкнули, или написали тебе какой-то комментарий, или нет. Это преодоление где-то иногда одиночества. Вот. То есть создается иллюзия, да, что ты общаешься со всеми. Как я сказала, есть огромные плюсы, ты не можешь видеть свою подругу, которая в Америке, да, или там в Сибири, но есть и огромный минус. Ты общаешься со своей подругой, которая живет в соседнем доме. То есть здесь появляется такая социальная лень, я не пойду. И когда ты встречаешься с подругой, говоришь, боже мой, мы сто лет с тобой не виделись. А есть ощущение, что ты все время с ней общаешься. То есть ключевое слово иллюзия, да, социальные сети дают очень много иллюзий, и с этим действительно надо что-то делать. Но в любом случае, кроме того, кроме купальников и вот этой тематики, у кого больше шансов, у каких пользователей интернета столкнуться с кибербуллингом, столкнуться вот с негативностью? Ну, дети, мы уже эту тему еще дальше будем обсуждать. Вот смотрите, когда есть фотографии на отдыхе, на отдыхе, обязательно. Обязательно есть тот, кто не был на отдыхе 3-4 года. Аккуратно подбирает слова. Игорь Владимирович был более категоричен. Да, обязательно зацепить чей-то глаз. То есть все, что может вызвать зависть. Но чаще всего вас начинают троллить по каким поводам? Вы не настолько хороша, то есть ваша фигура, да, ваша... Как хочет тот человек, который... Да, вы не так одеты, вы не то говорите, не та информация. Мужчине обязательно припомнят, что он, извините меня, диванозавр, что он там чего-то не умеет делать, да, или он не настолько мачо-мачо. То есть причин, по которым вас будут троллить, да, по которым вас будут преследовать, их очень много. Интересно, а вот эти... Почему вообще люди пишут эти негативные комментарии? Самоутверждение, желание самоутверждения. Один самоутверждается и размещает, а второй самоутверждается и это комментирует негативно. Ну, вы знаете, я вот готовился к передаче, ну, изучал материал, что зачастую, ну, очень большой процент, даже больше половины, воспринимают со стороны тот, именно кто троллит, как шутку. Несерьезно? Да, несерьезно, да. И вот это самое страшное, что люди, кто этим занимается, особенно вот этот пубертатный период, с 12 до 16 лет, они это воспринимают как шутку, типа ха-ха-ха-ха, там всем классом накинулись на своего одноклассника в социальных сетях, посмеялись, посмеялись, а он, не дай бог, это все может и закончить, ну, печально. Так, подожди, но это получается, что это такая вот безответственность. Человек, который находится в интернете и обижает другого, он чувствует... У меня самого это было открытие, да, что, ну, что для большинства это просто шутка. Они это не делают, я вот у вас услышал термин психологическое насилие, и здесь я, наверное, такое, тут, наверное, с учетом того, что больше половины это воспринимают как шутки, поэтому, наверное, не совсем корректно будет называть это психологическим насилием. Может быть, вы поменяете свое мнение, когда психолог расскажет, к чему приводят подобные... Да, да, я понимаю, это приводит к суицидам, да, и потом... В странах, которые раньше с этим столкнулись, и где на законодательном уровне это уже жестко регулируется, они именно поэтому и пришли. Но что там, что здесь, ну, большинство не понимают трагедии того, что они делают, тяжести того, что они делают. Это они воспринимают как шутку, ну, хи-хи, ха-ха, посмеялись. Вот вы сейчас говорите о детях, а у меня есть интересная статистика о взрослых. Мэйл.ру провел исследование и выяснил, что мужчины чаще всего становятся объектом кибербуллинга, скажем так, чаще, чем женщины. 52% мужчин чаще вот вызывают такой негатив в интернете, и 44% женщин соответственно. Представители сильного пола в основном высмеивают за жизненные неудачи, вот как обозначила психолог, да, а женщин за внешность. Это вот первая причина. Но в целом же главными поводами для агрессии в интернете является сексуальная ориентация, политические взгляды, неприятие общепринятым стандартам красоты, о чем мы говорим, и самое важное, онлайн-активность. Вот именно так сообщается в исследовании Мэйл.ру. Онлайн-активность. То есть человек, если уже активно ведет себя в соцсети, он обязательно уже является, скажем так, кандидатом для того, чтобы его потроллили, да, полайкали, ну, в общем, вот приблизительно вот в таком вот формате. А психологический портрет, ты можешь такого героя нам составить, человека, который ведет себя внеадекватно в интернете? Наташа, если это такой уже классический злодей, да, который агрессию проявляет, да, в разных-разных сферах, да, то очень часто это человек, который публикует свои записи не под своим именем. Это могут быть вообще не имя, а какие-нибудь там циферки, там, 007. То есть обратить внимание сразу на имя. Да, обратить внимание. Особенно если это не имя и фамилия, да, вот, а какой-нибудь там сказочный персонаж, герой. То есть он прекрасно осознает и понимает, да, где-то на подкорке все-таки есть степень ответственности, что, наверное, прилетит бумеранг однажды за твои злодеяния. Поэтому он уже изначально шифруется. То есть вот это определяющее. Еще один момент. Довольно часто злые такие вот посты, я вижу, пишут женщины. Почему? Они более эмоциональны. Причем даже с матами, вот на Фейсбуке в последнее время это вообще, это просто... Ну, лексика там, да. Да, лексика страдает. Лексика страдает. Женщины. Почему? Потому что, во-первых, в соцсетях больше женщин, а во-вторых, они более эмоциональны. Ну, ты знаешь, напоминаешь такую эмоциональность, которая не требует тоже ответственности, да? Вот я крикнул эмоционально, выдохнул и пошел дальше. А что, к чему это приведет? Ну, тут еще можно вернуться к цифрам в плане того, что порядка 40% тех, кто занимается кибербуллингом, до этого сами сталкивались как жертвы с кибербуллингом. И это уже можно смотреть с позиции, как какая-то месть, какая-то что-то вот, ну, что... Вот, а почему со мной так поступили? Я не поступил. И возвращаясь к теме того, что высказывание мнения, да, что у нас какая была ситуация, что неделю назад началась волна, что оппоненты, оппозиционеры начали высказывать, заниматься кибербуллингом по отношению к тем людям, которые за главу государства действующую согласны с выборами. И сейчас пошла обратная волна тех, кто столкнулся с тем. То есть сейчас уже те, кто за главу государства, они уже начинают... Сен-Сенса, ты мне, я тебе. Да, да, да. И я в этом плане ни тех, ни тех не поддерживаю, потому что, ну, насилие и вот такое поведение, оно в ответ другого ничего не породит. Ребят, мы живем в цивилизованном, правильно, обществе. Но, тем не менее, последние две недели, две недели в интернете показали, что оголили эту проблему совершенно с другого ракурса и совершенно с другой стороны. Игорь Владимирович, вы знаете, Людмила как-то употребила пару дней назад очень интересный термин. Она говорит, что вся эта сегодняшняя ситуация, это как пена, которая, как вы говорите, оголила и показала, в принципе, кто какой есть, наверное, ну, с точки зрения человеческой, скорее, вот такой вот, да, и каких-то психологических портретов. Но я бы хотела вернуться вот к этой разнице. Буллинг детей и вот такой негатив во взрослой среде, они имеют вообще под собой какие-то отличия? Чем они отличаются? Ну, если брать подростковую среду, да, нужно знать подростковые особенности, да, детей в этом возрасте. Это категоричность, это, ну, скажем так, тело выросло, а сознание еще не подтянулось, то есть психологическая незрелость, да, это очень жесткость. Жестокость определенная. Жесткость, да, или черное, или белое, это категоричность. Кстати, вот революционеры такие ярые, да, они имеют мышление подростка, то есть я не приемлю каких-то полутонов или черное, или белое. И вот исходя из этого, да, то есть эти люди не, скажем так, они не считают до трех, с первого раза, да, выпускают гнев. Это очень импульсивно. Далее, это очень достаточно, если они занимаются, скажем так, травлей, они делают это по-честному, по-честному от всей души, и ведут это дело до конца. Что очень опасно. То есть они не могут остановиться. Ну, на самом деле, стать жертвой кибербуллинга может любой человек. И даже социальная группа, вот, например, представители определенной профессии, с чем мы и столкнулись сегодня. Я говорю о наших учителях, и президент об этом говорит, напоминает каждый день. Вот Белта сообщает, что сегодня белорусские учителя подвергаются давлению, а в отдельных случаях им поступают угрозы. Министерство образования Беларуси обратилось к гражданам страны с просьбой прекратить оскорбление учителей, сравнив отношения к педагогам сегодня в нашем обществе после выборов с буллингом детей. Вы представляете, насколько это все перевернулось? Но, с другой стороны, не драматизирует ли все-таки эту ситуацию наш министр Игорь Владимирович? Ну, это возвращаясь к вопросу степени ответственности за свои поступки. То есть на законодательном уровне это не урегулировано, и этим пользуются. То, что это есть, однозначно есть. То, что сейчас пытаются, если ты высказываешь мнение, которое не соответствует твоим подписчикам, то ты можешь столкнуться запросто с кибербуллингом просто на ровном месте, высказав свою точку зрения, никому ее не навязывая, высказав свою точку зрения. И тебя будут за это осуждать, и осуждать не просто конструктивно, а лица неприятные. Лица неприятные? Да, да. Но смотрите, когда мы говорим о социальной группе, почему это, в принципе, может привести, если не остановить подобное, вот, скажем так, неадекватное, просто неадекватное? Ну, во-первых, это может привести к срыву начала учебного года, потому что большинство учителей на самом деле сейчас... Я представляю, в каком психологическом состоянии надо прийти на учебный. Да, в психологическом состоянии, а им буквально через неделю надо стоять на линейке со своим классом и улыбаться, а они сейчас психологически подавлены. Это первый момент. Ну и второе, то, что это может подать негативный пример сейчас, что будут писать всем подряд врачам, которые всегда будут недовольны, в очереди в поликлинику будут недовольны, и что сейчас они будут того врача, который, по их мнению, принимает медленно, будут сейчас его заниматься кибербуллингом в социальных сетях, к чему мы придем? Мы придем к тому, что возрастет настолько психологическое напряжение в обществе, что чем это вылится, большой вопрос. Ну, наверное, самое страшное, что это все может отразиться на наших детях, которые 1 сентября пойдут в школу. Да, и которые должны прийти в школу и четко понимать, какие знания они здесь должны получить, чему научиться. И, наверное, вот эта вот потеря, ну, не дай бог, чтобы мы с этим, конечно же, столкнулись. Хорошо, что может сделать каждый из нас вот в такой ситуации, вот в конкретной ситуации, мы говорим сейчас об учителях, о кибербуллинге, вот родители, дети, педагоги, вот что конкретно можно сделать, чтобы как-то избежать плохих последствий? Поставить себя на место того, кому ты пишешь, в первую очередь. Не делать это эмоционально, во-первых. Да, да. У каждого своя точка зрения. Не надо ее, наверное, подумать. Перевари ее, подумай, да. Да, все мы люди, все мы на эмоциях можем, какой бы у тебя жизненный опыт не был, сказать что-то то, о чем ты будешь потом всю жизнь жалеть. Но если ты сказал и говорят слово «не воробей», да, то здесь, что написано пером, не выберешь топором. И то же самое касается интернета. Это останется навсегда и будет там висеть. И ты уже потом никак это не вырежешь. Людмила, вот психологический совет данной ситуации. Наташа, я просто хочу, поскольку мы в обществе, где христианские ценности, да, просто хочу напомнить одну притчу. Когда Христос беседовал с Марией Магдалиной, когда вот эта толпа кричала, да, что эту Марию Магдалину надо уничтожить, потому что она ведет неподобающий образ жизни, да, тогда Христос повернулся к ним и сказал, ну-ка, кто из вас без греха, да? Бросьте камень. Да, бросьте камень. Вот. Сегодняшняя ситуация, да, она примерно из этой серии, да. Ну-ка, кто без греха, бросьте камень, да. И вообще все, что сейчас происходит, да, нужно просто вот понять, что пройдет день, два, три, да, произойдет отрезление в обществе, да, и мы обернемся назад, и нам станет стыдно, каждому станет стыдно за то, что он говорил, за то, что он делал, возможно, да, или за то, что он чего-то не сделал. Нужно остановиться на уровне, а сам-то я какой, да, насколько я хорош, скажем так, по жизни. Может быть, я и есть тот врун, может быть, я и есть тот улгун, может быть, я и есть тот, кто может и предать, я и есть тот, кто может толкнуть и так далее. Давайте каждый начнем с себя. Психологи вот в таких ситуациях, которые сейчас происходят в обществе, да, они занимают всегда срединную позицию. Вот я, например, все время говорю так, все это закончится, а нам потом вас лечить, да, и вы придете к нам с вашей расстроенной психикой. Ребята, остановитесь, все войны начинаются внутри. Я чем-то недоволен. А чем я недоволен? Я недоволен с собой, качеством своего собственного развития, тем, что я торможу, тем, что я стал каким-то ждуном, тем, что я слишком много ем, тем, что я много пью пива, тем, что моя жизнь проходит впустую. Никто не виноват, только ты виноват. И начать нужно с самого себя. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие советы сегодня звучат в программе «Добрый вечер, Гомель». Ну, возвращаясь к теме, хотелось бы обозначить, что на днях сотрудники Министерства образования, это как такой акт взаимопомощи, да, организовали флешмоб, например, в поддержку учителей. Очень даже сработало. А вот в Гомельской области решили создать Центр психологической помощи учителям по регулированию вообще, в принципе, спорных вопросов, которые появляются не только сегодня, но и в соответствии с такими событиями, но и вообще во время учебного года. По мнению губернатора Гомельской области Геннадия Соловья, подобный центр необходимо создавать именно в интересах учителей. И предполагается, что у него войдут психологи, психотерапевты, да, юристы, специалисты по медиации, цитата, с тем, чтобы внутришкольные конфликты не становились достоянием широкой публики, а решались с помощью специалистов, пояснил губернатор. Тема сегодняшней программы «Осторожная кибербуллинг». Ну, возвращаясь к тому, с чего мы так вот уже начали в ходе нашего разговора, чем кибербуллинг отличается от реального, вот в чём его суть, как он устроен всё-таки, чтобы понимать вот этот механизм, Люда? А механизм очень прост. Я делаю гадость, и меня не видно. Так. То есть меня не видно, и я никого не боюсь. Меня не достанут, меня не догонят, да, и я могу это делать много раз, и наслаждаться результатами, и видеть, как моя жертва. То есть тот, кто проявляет акт агрессии, да, он агрессор, да, он и занимается этим кибербуллингом. Есть жертва, то есть он наблюдает, да, вот. А почему? Почему мы говорим сегодня о том, что последствия несколько разные, чем когда человек пострадал в интернете от какой-то неадекватной такой, да, вот каких-то действий, чем... или в жизни. Ведь мы в магазине, в транспорте часто сталкиваемся с какими... И в транспорте, в подъезде, на улице мы видим человека, он ограничен, вот его тело мы знаем, толстый он, худой, длинный... Сосед не сосед, да. Он сосед не сосед, там адекватный, неадекватный, мы понимаем, как бы, мы анализируем ситуацию, мы можем с ней что-то сделать, в конце концов мы можем просто убежать. Когда мы не видим нашего противника, страхи могут быть настолько велики, да. И еще, мы не знаем, кто это. Возможно, это наш самый близкий друг, который устроил травлю. Разве мы не знаем моменты предательства? Опять же, возвращаясь к христианским притчам. Кто предал, да, ученик, близкий? Скажи, ну вот последствия, вот одна из важных тем. Недоверие. После кибербуллинга у человека тотальное недоверие миру, миру. А это значит своим одноклассникам, одногруппникам, это мы говорим про подростков, да, своим соседям, своим друзьям, потому что враг не обозначен, да, тот, кто тебя уничтожает, да, вот так вот психологически, да, загоняет тебя в угол, он не виден, и тем он страшен. Почему на сегодняшний день вот эта вот киберугроза, да, то есть это стоит в рамках национальной безопасности, эта тема. Здесь почему? Потому что понимание есть, да, что это действительно может, какие могут быть последствия. То же самое по поводу конкретного человека. А вот конкретные факты. Примерно в 40% случаев дети, которые были жертвой, сами, да, становятся агрессорами в сети. Вот Игорь Владимирович нам уже озвучил это. И отвечает, что самое интересное всегда, на оскорбление, оскорбление. Это психология, Наташа. Ненормальная реакция. Было замечено. Или это нормальная реакция? Это ненормальная реакция, но мы о ней знаем. То есть это примерно так и будет. Потому что обидчик всегда ударяет с запасом, чтобы было неповадно. Всегда с запасом. То есть его удар будет тяжелее, чем то, что ему прилетело. Чтобы было неповадно. Он бьет уже с запасом наверняка. Но ведь мало понимать психологию обидчика, да? Здесь надо еще четко понимать, что делать самому в такой ситуации. Однозначно. Как правильно отвечать на негативные высказывания в интернете? Ну, скажем так. Если хочется ответить, я к этому. Мне кажется, лучше не отвечать. Это очень хороший способ. Наташа, однажды по молодости, да, мне был урок от моей одной знакомой. Она горянка. Очень гордая, гордая женщина, да. Когда меня оскорбляли в магазине, да, я захотела ответить. Она мне сказала, Люда, тебя обидеть может только равный. Ты зачем на это реагируешь? Я на всю жизнь это запомнила. Если человек пишет тебе гадости, а ты этого не делаешь, он тебе неровнее. Поэтому самый лучший способ – это просто удалить этого человека. Что делать ребенку, который столкнулся вот с таким непонятным поведением, который обиделся, который не знает, как себя вести? Кому ему обратиться? К родителям, к педагогам, к психологу, к соседу? Наташа, ну, в идеальном варианте, да, нам вот хочешь, чтобы наш ребенок пришел и все рассказал. Потому что подростки так не делают. Они не делают так. И они об этом никому могут не рассказывать. И родители могут об этом не знать. И родители могут об этом не знать. Что здесь важно? Ликбез для этих детей. Вот есть уроки, да, где мы обучаем детей, там, как обращаться с огнем, там, МЧС, там, в общем, там, скорая помощь. То есть вот эти занятия, да, нужно просто выделить время и сказать ребенку, что есть такая угроза. И, может быть, события сегодняшнего времени, да, подтолкнут нас к этому. И будут какие-то дополнительные занятия, чтобы объяснить детям, как себя вести в интернете. И если прилетела, что называется, вот такая вот ситуация, как в ней себя вести? Я думаю, что это будет отдельная тема, она будет разработана. И дело в том, что, действительно, это очень серьезная тема, которую надо обязательно разрабатывать. Вот, да, вот Игорь Владимирович Незья, сегодня у нас в студии, да, все-таки депутат, который четко понимает, что можно, что нельзя, как действовать в этой ситуации. Я к чему говорю, не драматизирую, есть конкретные цифры статистики. Вот, к сожалению, бывает так, что дети действительно не хотят говорить родителям о таких вещах, когда их где-то прессуют, что называется, а сами взрослые не замечают проблем. Так вот, по данным Российской лаборатории Касперского, вы не поверите, только 3% детей готовы обращаться к учителям и 17% к родителям, когда становятся жертвой негатива в интернете. Вот о чем это говорит? О недоверии детей взрослым? Да нет, это, наверное, мы все такими были, что... О чем? Ну, потому что, когда идет вот эта вот агрессивная атака, например, от одноклассников, да, это затрагивается очень тонкие струны души, да, например, там, ты жирная, да, там, ты толстуха, или ты там очка, ну, там, ты там, ну, кто там, ты ботаник, то есть это очень тонкое личностное что-то, понимаете? Когда ребенок еще не знает, да, вроде бы хорошо быть отличником, а вот видишь, как вот в том фильме Чучело, да, не всем это нравится. Это очень тонкие струны души, особенно если мальчика травят девочки, или девочку травят мальчики, да, это же частое явление, и задевают они, конечно, за живое, за что-то, ну, вот... И они держат это внутри, потому что, не потому что они не доверяют родителям, или просто я себя еще вспоминаю подросткам, но потому что ты считаешь, что вот это ко мне обращается, моя проблема, и как мне поможет мама с тем, что я ботаник? А вы знаете, что 92% детей, по тем же данным от лаборатории Касперского, точнее, 92% родителей просто даже не знают о потенциальных опасностях, которые угрожают ребенку в интернете. Они считают, что если ребенок посмотрел там мультики, залез потом на YouTube, залез на какой-то сайт, ничего страшного не произошло. Они просто об этом даже не думают. Что делать родителям? Вот стоит ли следить за активностью детей? Потому что сейчас родители, то поколение, которое выросло без интернета и не понимает его опасности и какие угрозы, и опускают сейчас детей на самотек. Я сам с этим сталкивался, какой-то период, когда мой ребенок, ты ему включаешь мультик для тебя хороший, а ему там раз-два, а на пятый ему подкидывают уже рекламный мультик, и тот вообще не соответствует тому, чтобы ты хотел, чтобы видел твой ребенок. И многие родители, даже вот, ну, мне 35 лет, да, то есть я относительно еще молодой папа, я не понимал вот этой всей опасности. А что говорить, грубо говоря, кто старше, да, там немного меня, а у них там дети тоже, им там 10-12 лет. А сколько вашему старшему, особенно? 7 лет. У него есть социальные сети, пользуется он аккаунт? Нет, нету ни телефона, нету никаких социальных сетей. Ну, когда появится, вы будете добавляться к нему в друзья, следить за его активностью в интернете? Я разрешу ему завести их на тех условиях, что я буду иметь туда доступ. Понятно, что придет время, когда он создаст свою какую-то страничку, о которой я даже не буду знать, но все-таки я буду стараться разъяснять, объяснять, что может, с чем он может столкнуться и как в этом поступать. Люд, вот тебе не кажется, очень-очень такой тонкий момент только что затронул Владимирович, то есть как следить, ну, простите, дорогие дети, простите, родители, но следить, контролировать наших детей, наблюдать. С одной стороны, да, вроде бы как бы не комильфо добавится к ребенку в друзья, ну как это так, засмеют, да? А с другой стороны, надо как-то наблюдать за ним, вот за его этой активностью в интернете. Не будешь наблюдать или будешь очень сильно наблюдать? Он заведет какое-то, что-нибудь такое, чего, да, еще, что-то должно быть. Люд, как себя вести родителям? Наташа. Чтобы обезопасить детей в первую очередь. Ну, скажем так, родители должны понимать, да, что пока их ребенку, даже по паспорту, не исполнится энное количество лет, да, они в ответе за ребенка, за каждый его шаг. Если завтра ваш ребенок станет жертвой или сам будет участвовать в этом процессе, да, то будут виноваты родители. Поэтому все процессы, которые происходят с ребенком до его совершеннолетия, они должны быть все прозрачны для родителей. И это нужно понимать. И если родители что-то упускают, это значит, они упускают какую-то часть жизни ребенка, и они не знают, что вообще происходит с ребенком в какое-то определенное время, с кем он дружит, с кем он общается. Поэтому родителям только призыв, пожалуйста, знайте, чем занимается ваш ребенок, знайте. Как обезопасить себя от нападок в интернете? Вот за конкретными рекомендациями мы обратились к специалисту, к хорошему специалисту. У нас на связи Денис Лепше, это заведующий отделом информационных технологий Гомельского областного центра технического творчества. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Денис, мы сегодня вот в студии обсуждаем очень важную тему, это кибербуллинг. Расскажите, пожалуйста, вот как вести себя в сетях, чтобы не оказаться жертвой кибербуллинга? Вот ваши советы детям, родителям, взрослым людям? Тема очень актуальна, но прежде всего с ней сталкиваются, наверное, дети. Потому что сейчас только поколение, они выросли с гаджетами в руке, и периодически, когда начинается интерес поделиться информацией, они не думают о том, какую информацию они дают и как они ее преподносят. Собственно, чтобы не оказаться жертвой кибербуллинга, прежде всего стоит думать о том, какой ты контент размещаешь. И носит ли он какой-то вызывающий характер, как на него отреагирует аудитория, которую он показывает, подписчики как будут на это смотреть. Мы не можем говорить о том, что интернет безопасен и что вся эта информация, она не приобретет какой-то другой характер. То, что дети пишут на сайтах, социальные сети, на форумах где-то отвечают, это все может использоваться как обратный рычаг для того, чтобы оскорбить, унизить, ну или показать человека с плохой стороны. Чтобы этого не было, прежде всего ребенку нужен кто? Нужен взрослый. Сейчас есть такое слово популярное, это модератор. Тот, кто отвечает за пост новостей, тот, кто смотрит на то, чтобы там не было цензуры. Так вот, ребенку нужен модератор. Модератор взрослый, который будет смотреть, что же ребенок будет постить в сеть, чтобы не столкнуться с тем, что его будут за определенный пост либо оскорблять, либо запугивать. То есть, ему нужно знать, что этот пост получит отклик, хороший отклик в его аудитории. Также взрослым будет абсолютно нормально интересоваться, что делает ребенок в сети интернет. Согласитесь, спросить, что ты делал в школе, это делает, наверное, каждый раз. А вот, что ты сегодня запостил, я сомневаюсь, что такие вопросы задают. Кстати, очень хороший совет, да, действительно, отличный совет. Что ты сегодня запостил? Какая тема, да, отлично. А наши дети, они уверены, вот мои ученики тоже, они постоянно постят все в сеть. Ясное дело, это огромный массив информации, за которую ты, наверное, не всегда можешь петь. Но, тем не менее, какие-то ключевые моменты, это можно сделать. Вот тоже, допустим, хорошая практика, знаю, как родители делают. В ВКонтакте добавляются ребенку друзья, но это, типа, родители у ребенка в друзьях. Нет, это неправильно. Они эстузиация немножко этого. Чтобы это дело исправить, прячем друзей родителей. И родители в курсе новостей, но в то же время одноклассники не видят, что родители в друзьях. А при этом же, вот согласитесь еще, Денис, а при этом еще ребенок наблюдает новости всех друзей своих родителей, которые происходят, что тоже, наверное, не совсем правильно. Да, конечно. Поэтому стоит фильтровать информацию и стоит блокировать некоторые круги общения. То есть это, опять же-таки, делается тонкой настройкой в социальных сетях. Мы указываем, что мы хотим видеть, какой контент мы хотим наблюдать. Ну и, собственно, блокируем себя от стороннего. То есть, подскажите, вот что можно сделать на своем гаджете? Вот еще раз напомнить, на своем гаджете, может быть, в своем аккаунте в соцсетях, вот чтобы оградить от таких вот негативных высказываний, от комментариев в интернете. Прежде всего, ну, опять же, мы с вами о кибербуллинге говорим, так? Это владение информацией пользователя. То есть, в первую очередь, нам нужно позаботиться о том, чтобы пароль и логин, они были надежно записаны, сохранены. И они должны быть более-менее сложными. Что это не логин номер телефона и пароль номер телефона. Злоумышленник, в первую очередь, не должен получить пароль от социальных сетей. Второе, то, что должен быть установлен какой-нибудь хотя бы простой антивирус из нового поколения. Они все имеют необходимый алгоритм борьбы с вредоносным программным обеспечением. А также стоит, ни в коем случае не стоит никому не скидывать личные файлы, фотографии, давать доступ к компьютеру. Или, как вот это сейчас модно среди ребят, я, конечно, предполагаю, что это и полезно. Например, использовать программу удаленного доступа для того, чтобы помочь в какой-то ситуации. Но если не закрыть этот доступ, то, получается, кто-то и будет иметь доступ к вашему компьютеру. Это тоже стоит отсматривать. Также стоит организовать свои круги в социальных сетях, как я говорил ранее. Не делать страницу публичной, а информацию доступной только для родственников и друзей. Но уже ограничим себя от анонимных личностей, которые могут нам написать что-то негативное или, ну так скажем, взять нашу информацию и представить ее в другом свете. Кстати, наверное, это самая важная вещь, потому что все абсолютно лица, которые занимаются кибербуллингом, они очень заботятся о своей анонимности. То есть они не хотят, чтобы их узнали, чтобы кто это сделал. И если анонимных постов и анонимных сообщений не получится отправить, то, соответственно, вероятность того, что возникнет такая ситуация, становится меньше. Денис, спасибо вам большое за эти советы. Дорогие друзья, напоминаю, что это Денис Лепши, заведующий отделом информационных технологий Гомельского областного центра технического творчества. Только что дал, если вы были внимательны, действительно очень полезные, конкретные рекомендации, как уберечь себя и своих детей от кибербуллинга. Мы продолжаем нашу программу. Как правильно реагировать на негатив, угрозы и оскорбления в интернете? Сегодня мы много об этом говорили. Давайте запомним все-таки основные правила. Я попрошу их показать сейчас на нашем экране. Ну и давайте вместе их, я не знаю, запомним, запишем. Ну, по крайней мере, я вам прочитаю. Итак, никогда не отвечать на буллинг. Это первое. Делать скриншоты сообщений. Блокировать були и сообщать в администрацию ресурса. Поговорить о проблеме обязательно с кем-нибудь, если вдруг это вас коснулось. То есть сообщить о буллинг за пределы сети. Еще одна такая рекомендация очень популярная. Если кто-то угрожает вам, распространяет ваши персональные данные по всему интернету, сообщить об этом взрослым, если речь идет о детях. Если о взрослых людях, то в милицию. Ну и по возможности, конечно же, скрывать свои страницы в соцсетях. Еще один важный вопрос. Попадает ли кибербуллинг, попадает ли это явление в рамки действующего законодательства? Предусмотрено ли сегодня в Беларуси наказание за неадекватное поведение в интернете? За ответом мы еще раз обратились в прокуратуру. Что касается выявления, однозначно лицо, пострадавшее от подобного правонарушения, должно обратиться с соответствующим заявлением правоохранительного органа, потому как проверки и возбуждение уголовных дел возможно только при поступлении заявления пострадавшего лица, либо его законного представителя, если это лицо несовершеннолетнее. Что касается механизма пресечения подобных фактов, здесь в первую очередь необходимо обращаться в администрации интернет-ресурсов и социальных сетей с соответствующими жалобами об оскорблениях, либо агрессивном поведении конкретных пользователей с целью последующей блокировки этих аккаунтов. Если говорить о оскорблениях и о распространении клетнических сведений, то ответственность наступает в соответствии со статьями 188 и 189 Главного кодекса Республики Беларусь. Так, это оскорбление и клетка. Ответственность предусмотрена, начиная с общественных работ и до ограничения свободы сроком на три года. Также необходимо отметить, что для привлечения лица виновного в совершении данного преступления необходимо заявление лица пострадавшего, так как эта категория дел возбуждается только при заявлении пострадавшего лица. Что касается угрозы и оскорбления отношений ребенка, то должны законы представителей ребенка, его родители, попечители, опекуны обратиться с соответствующим заявлением. Разумеется, желательно сразу приобщить скриншоты, либо какое-либо другое подтверждение данных фактов. Что касается распространения личной информации, необходимо, чтобы для лица пострадавшего от преступления наступили определенные правовые последствия разглашения этой информации. Так, если, допустим, разглашена тайна усыновления, необходимо, чтобы об этом стало известно кому-то посторонним. И также необходимо, чтобы по результатам разглашения этой информации лицо пострадавшего ощутило свои права ущемленными, чтобы для него наступили определенные последствия. Это может быть осуждение со стороны посторонних лиц, либо выражение какого-либо мнения по этому поводу, чего не хотел бы слышать пострадавший. Если говорить о защите, тут, я считаю, нужно, прежде всего, подходить разумно, потому как вся травля, все оскорбления – это в основном поток эмоций. Если подойти к этому разумно, логично, то можно себя обезопасить. В случае, если вы в отношении вас, либо вы видите в отношении какого-то третьего лица факт оскорбления, клеветы, травли, необходимо сообщать в администрацию социальной сети, подавать жалобы на данных пользователей, которые ведут себя подобным образом. В случае же, если, как я уже ранее говорил, вы видите состав преступления, необходимо обращаться с соответствующими заявлениями для проведения проверок по данным фактам. Если же вы просто не желаете сталкиваться с подобной информацией в интернете, опять-таки, тут только принцип разумности, просматривать разумные сайты, просматривать разумные интернет-паблики в социальных сетях и не пытаться не сталкиваться и не контактировать с лицами, которые ведут себя так неподобающим образом в интернете. Как видите, прямой ответственности за кибербуллинг в действующем белорусском законодательстве сегодня не существует. Игорь Владимирович, наши депутаты, наши сенаторы не выражают желание рассмотреть, может быть, подобные инициативы? Ну вот в марте месяце комиссия по средствам массовой информации и защите прав человека собиралась как раз-таки по этому вопросу, этот вопрос поднимался. Сейчас идет процесс рассмотрения опыта иностранных законодательной базы, в которых уже были приняты меры. Ведь в 2007 году уже в Южной Корее уже был законодательный акт, который это контролировал. 13 лет назад? 13 лет назад, да. Но это из азиатских единственная страна. В Европе, в Германии с 2009 года за это уже реальные сроки предусмотрены, тоже на законодательном уровне. Во Франции на уровне Министерства образования в Фейсбук есть соглашение, что при кибербуллинге, даже вплоть до отчисления учеников из школы, то есть мониторится, то есть не доходит до суда на уровне вот этого какого-то органа, решается судьба. Об этом школьники все знают, и это очень сильный такой порог для них. Они тысячу раз подумают, прежде чем что-то написать. Ну а про Россию, вы же слышали, да, у них тоже разрабатывается сейчас законопроект, у них такие очень разные предложения сейчас звучат. В России за угрозу в интернете убийством или тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть, но это предлагается, до 7 лет принудительных работ за клевету чуть ли не 6 миллионов штраф. Ваше мнение, какой должна быть ответственность за подобное действие в нашей стране, учитывая все-таки и менталитет наш, и вот эту нашу интернет-активность-неактивность, ну вот ваше мнение. Ну я считаю, это лично мое мнение, что это должно быть пропорционально тому наказанию, как если бы мне угрожали вживую. И это будет, ну, я думаю... То есть разницы не делать? Да, ну какая разница? Людмила? Ну от причиненного ущерба, конечно. Я думаю, что кибербуллинг это более тяжкая, скажем так, тяжкая, более эмоционально насыщенная агрессия, чем вживую. Ну к психологам, наверное, тоже должны прислушаться при разработке подобных нормативных документов. Хорошо, а что делать сейчас? Вот пока нет этой отдельной статьи, пока нет прямой ответственности за оскорбление в интернете. Ваши варианты, Игорь Владимирович? Наташа, ну если есть на сегодняшний день какая-то проблема, но еще и законодательная база не подтянулась, да, но проблема уже существует. Мы можем создавать что-то промежуточное. Ну, например, в городе это может быть, например, в том же Гомеле, да, это может быть какое-то психологическое, ну, новообразование какое-то, не обязательно какой-то центр, да, а какая-то дополнительная услуга. С консультациями, да. С консультациями, да. С рекомендациями. Да, с рекомендациями. И, естественно, профилактировать, в частности, на телевидении, через газеты, через соцсети, через всевозможные площадки, что есть это явление, законодательная база скоро будет, мы двигаемся в этом направлении, а пока вот это мы вам можем предложить. И еще, наверное, горячая линия. Это то, что может пригодиться людям, которые пострадали, но вот анонимная горячая линия, когда люди боятся это все-таки, как мы видим по статистике, с кем-то это обсуждать. Главное, чтобы не забыли, кто будет создавать этот центр, что горячую линию в первую очередь надо в интернете создавать, а не на телефоне. Вот, кстати говоря, об этом есть у меня информация. Дело в том, что в Беларуси, дорогие друзья, уже есть сайт по безопасному поведению детей в интернете. Об этом мало кто знает, к сожалению. В 2017 году по инициативе Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Управления ООН по наркотикам и преступности был начат проект по созданию единого информационного социально ориентированного ресурса «Помогут.бай». Этот ресурс предназначен для детей разного возраста, их родителей и педагогов. Ну, по крайней мере, посетив этот сайт «Помогут.бай», любой желающий сегодня найдет здесь информацию о безопасном поведении в интернете, узнает, как защитить себя от кибербуллинга и других форм насилия. Ну и важным инструментом, который позволяет получать эту быструю информационную, психологическую, правовую помощь в онлайн-режиме, обеспечивает вот тот самый, к чему, в принципе, мы с вами только что пришли, анонимный и бесплатный чат, который работает с 8 до 8 ежедневно, где на вопросы обратившихся в любое время отвечают психологи и юристы. Хотелось бы подчеркнуть еще одну важную информацию. Помощь детям, которые пострадали от насилия, в том числе вот в интернете, также помощь такая оказывается бесплатно, конфиденциально и анонимно по телефону. Запомните, дорогие друзья, 8-801-100-16-11. Посмотрите еще раз на экран и запишите, пускай все родители, пусть дети знают этот номер телефона. Ну, как вы считаете, повышение цифровой грамотности наших детей, нашего населения, оно поможет решить эту проблему кибербуллинга? Если да, то какие конкретные шаги? Это вообще основа к тому, к чему мы должны, наверное, были прийти. Мы уже проспали это лет 5 назад, потому что сейчас это уже настолько плотно в нашей жизни, во всех возрастах, что это уже наша жизнь, по сути, это наша жизнь, которая неизведана и которая нас не обучает. И в школе вот сегодня было правильно сказано, что надо уже со школы, уже со школы, как у нас были УБЖ уроки, нас учили... В УБЖ надо вводить, наверное. Да, как нас учили противогазы одевать, как нас учили в случае там какой-то угрозы, как себя вести, это та же самая угроза, и ее надо обучать, как себя вести. И тогда большинство проблем снимутся, когда каждый школьник будет понимать, что его ждет в этой жизни, в социальной жизни, ну именно в интернете, и как себя в этом случае вести. Чтобы это было неформально, чтобы это были не простые памятки, а, наверное, какие-то конкретные все-таки действия и в системе образования, и, наверное, в жизни каждого из нас. Наташа, нужно разработать кейсы, случаи. Как вести себя вот в этом случае, в этом случае, в этом случае. Конкретные механизмы и схемы. Спасибо. Что пожелаем нашим зрителям? Тема очень сложная, тема очень актуальная. Что может сделать каждый из нас, чтобы все-таки пресекать, останавливать подобные явления, как кибербуллинг? Игорь Владимирович. Разумности, разумности, и чтобы среда в интернете для вас была более экологичной. За это отвечаете вы сами. Прежде чем что-то написать, прежде чем кому-то ответить, надо подумать. Ну, в первую очередь, как уже сегодня было сказано, это думать о том, что ты пишешь, что ты выкладываешь. Второй момент – это, наверное, не брать это близко к сердцу, понимая, что это все-таки виртуальная жизнь. Да, это тоже жизнь, но она виртуальная. В своей реальной жизни вот твои друзья вживую, они к тебе хорошо относятся, твои родители хорошо относятся. И психологически быть больше там, в этом кругу, в живом кругу, не в интернет, а в живом. И что да, неприятно, но это не конец жизни. Но опять же, здесь возвращаясь вопрос к тому, что кто будет этому обучать? Обучать именно вот этих подростков, которые в 12 лет и в 13. Это возвращаясь к вопросу школы и обучения, как в этом случае себя вести. Спасибо большое. Дорогие друзья, о кибербуллинге говорили сегодня с депутатом, представителем Национального собрания Республики Беларусь Игорем Звалим и психологом Людмилой Тутыниной. Я благодарю вас за откровенность. Спасибо большое, что пришли сегодня в нашу студию. Дорогие друзья, берегите себя, берегите своих родных, своих близких. Это был еще один добрый вечер. Гомельс, Наталья Волонец, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин